ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А по телевизору говорят, все под контролем. Дума сокращает статьи бюджета 2016 года. Есть ускорение? Есть ускорение инфляции по дороге в дефолт. Депутаты сокращают статьи бюджета в социальной сфере, не трогая госрасходы и оборону, по финансированию которых Россия заняла первое место в мире почти 5% от МВП. Так надо. Государственная тайна. Тайна. В какую страну сейчас увозят миллиарды со счетов этих олигархов и чиновников? В России все сгорает. По данным The Telegraph, 13 самых богатых россиян, общее состояние которых 130 миллиардов долларов, за последние дни потеряли больше 20 миллиардов. Общая сумма потерь бюджета России – миллиард долларов в день. Вот так. Ну и что? У государства есть скрытые резервы. Вскрытием резервов уже занялись. Ассоциация компаний интернет-торговли договорилась с таможенниками об обязательном изъятии и вскрытии посылок из-за рубежа. Ну, продукты там, электроника, шубы, в том числе и по доносам, который Конституционный суд узаконил. Теперь анонимки – это официальный сигнал силовикам. А как же народное мнение? Левада-центр сообщает, что в декабре 15-го года 51% граждан уже не верят и не хочет сильную руку, а требует выплатить пенсии, зарплаты и социальных гарантий. Это все предатели Кремля. Конечно, число предателей растет. Глава Сбербанка и экс-министр эконом-развития Герман Грифф сказал, что Россия экономически проиграла Западу. Казачество России отказалось поддерживать Путина, об этом заявил верховный атаман Анатолий Беев. А экс-министр финансов Кудрин вообще призвал Путина готовиться к 16 долларам за баррель. Вот так. Даже рубль каждый день и тот предает. Вот неправда. Дмитрий Песков отказался признавать обвал рубля. Сказал, это не падение. Все еще впереди, значит. Все? Это еще даже не начиналось. Путин же заявил, что падение рубля – это новые возможности для возрождения экономики. Залог процветания страны. Непонятно только, к чем тянул с возрождением все 16 лет. Не обрушивай рубль-то раньше. Чего-то я не понял. Так если рубль падает, значит расцвет страны близок... А как же? Еще как зацветом, быльным цветом, по-болотному. Редактор субтитров А.Семкин